Здравствуйте! Меня зовут Мустафа. Я из Сирии. Я изучаю русский язык в университете уже четыре года. Меня очень интересует русская история. Я хотел спросить, почему русские Вторую мировую войну называют Великой Отечественной войной? Или это две разные войны? Спасибо! Здравствуйте, уважаемые зрители! Названия войн являются особым типом имен собственных. Чаще всего они образуются от наименований государств-участников, например, русско-турецкая война, от основного места сражений — Крымская война, от продолжительности — Семилетняя война, от цели — война за польское наследство. Уникальным элементом аномастической традиции являются названия войн, содержащие слово «отечественное». Этот эпитет входит в название военных конфликтов, ведущихся за свободу и независимость Родины против внешнего агрессора. Один из важнейших признаков отечественных войн — их всенародный характер, когда не только армия, но и гражданское население противостоит врагу, создавая народные ополчения, партизанские отряды, подпольные организации. Лишь две войны в российской истории получили такое название. Первая — это Отечественная война 1812 года, когда в результате всенародного сопротивления была полностью уничтожена вторгшаяся на территорию России огромная наполеоновская армия. Вторая — это Великая Отечественная война, противостояние народов Советского Союза, нацистской Германии и ее союзникам, приведшая к разгрому нацизма и освобождению стран Европы. Великая Отечественная война 1941-1945 годов является частью Второй мировой войны, причем наиболее кровопролитной. События Великой Отечественной войны, ее всенародность — важнейший элемент общей исторической памяти народов бывшего СССР. Именно поэтому те, кто стремится уничтожить эту память и разобщить народы, стараются вытеснить из языка само название Великая Отечественная война. Так оно было полностью удалено из школьных учебников, изданных неонацистским киевским режимом и подменено Германо-Советской войной. Поэтому сейчас школьники новых регионов России узнают не только историческую правду о военных событиях, но и привыкают к их истинному названию. Русский язык — великий, могучий и бережно хранящий нашу историческую память.